Дамы и господа, товарищи земляне, комплект говорящих рук обувной маньяк на фоне вот этой восхитительной коробки говорит вам бонжур. Что я вам хочу сказать. Сегодня 20 апреля. А знаете, что это значит? А это значит, что 19 апреля, буквально вчера, я стал на год мудрее. Так что, если вдруг у вас возникнет желание написать мне пару добрых слов, например, С днем рождения, маньяк. Мне будет очень приятно. И мы приступаем к распаковке незамедлительно. Вызываем Зохана. Вызываем Зохана. Зохан помогает нам вскрыть коробку. И что у нас тут? А тут у нас, интересно что? А тут у нас очередной душистый. Душистый. Кстати, а действительно душистый? Нет? Вандерфул. Или хацапетовка. Первый экземпляр. И вот у нас сразу же второй экземпляр. Что-то как-то вот... Надо привыкнуть, я думаю. Незамедлительно. Лайк, дизлайк, подписка. Работаем! Фантастика, господа. Это просто фантастика. 21 век. Вот вы видите это все. А это на самом деле иллюзия. Казалось бы, я тут, но я не тут. Я уже на Бали. И сегодня, 20 апреля, либо завтра, 21-го, в 17.00 по Москве на канале будет стрим. Заскакивайте в гости, я вам покажу небольшой промежуток, отрезок, кусочек Бали. А сегодня у нас фантастические кроссовки, летние кроссовки. Почему они обалденные, почему они такие фантастические? Я, честно говоря, не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я сам только что все это придумал. Но в глубине души я думаю, что это душистый вандерфулк. Но, с другой стороны, вот эти блестящие мгновения мне почему-то отдают хацапетовкой. Я не люблю лакированные элементы, хотя вы можете мне напомнить, что Лан Ваны у меня с лакированным носом. Но это отдельное кино. Вот эти все лакированные элементы, конечно, придают какой-то элемент. Они простят. Они простят вещи. Особенно, если эти лакированные вещи не на дорогой обуви, соответственно, дизайнеры не по максимуму выкладываются. Поэтому, но это не лакированные, это такие блестящие, естественно, никакого лакирования лаки-лаки нету здесь. В общем, чем привлекли меня эти кроссовки? Во-первых, мне не нравится черный цвет. Я думаю, что половина людей сейчас смеется, потому что, когда я показывал в Амеры, там цвет антрацит, но это приближен к черному. И, опять же, у меня какая-то борьба внутри. С одной стороны, мне не нравится черная обувь. С другой стороны, мне нравится яркая обувь. Но яркую обувь я не готов носить. Но здесь есть шикарное мгновение дизайнерского решения. Вы видите, да, они черные. Но вот роскошные желтые элементы. Восхитительные голубые элементы. Причем я думал, что это послание древним народам. Но нет, тут просто написано гель. Шикарно. Бесподобно. Вот это гелевая желтая вставка. Роскошь. Стиль. Безупречно. Поработали здесь дизайнеры. Посмотрите на эту подметку. Ну, не душистый вандафул. Ногу на ногу закинул в метро. Заснул. А вас будет. И говорит, мужчина, вы не один в этом вагоне. Подвиньтесь. Ну, роскошь, согласитесь. Что касается материалов. Вот здесь замша. Они не пишут искусственная, натуральная или какая. Но слава богу, что это непереработанный мусор. Очень тактильно приятно. Вот здесь замша. Здесь замша с элементами всякими декоративными. А-ля фиксации. Очень интересно сделаны кроссовки. Если учесть, что я не являюсь фанатом Асикса. Потому что, ну, не являюсь. Я не могу быть фанатом всего. Да, мне все по чуть-чуть нравится. Но вот в данный момент я держу в руках роскошные, стильные кроссовки на максимальных оборотах. На которых дизайнер оторвался по полной программе. Ну, с ног до головы. Вот только посмотрите вот на этот язычок. Казалось бы, сдержано все. Черное на черном. Black Edition. Shadow Line. Только келендвагена не хватает. С тоненькой красной полосой по всему периметру. Ну, роскошь. Нет? Как вам? Скажите. Вот серьезно. Вы готовы вот в таких колесить по планете Земля? Здесь имеются вот такие элементы фиксации. Опять же, да, это больше работает на беговых росовках. Но не в данном случае, если мы их рассматриваем на каждый день. В плане бега, господа, я, честно говоря, не шарю. Опять же, я говорю, я алкоголик. Но не бегун, не спортсмен. В общем, как бы вот так. Фиксация пятки. Ну, она ровно такая, какая она должна быть в этих кроссовках. Ни больше, ни меньше. Ахилла мягкая. Данная модель называется гель 1130. Вот, кстати, вот у нас тут это прописано. Я, честно говоря, вот в этих цифрах вообще не разбираюсь. Я же фанат New Balance. Здесь вот у нас такой люверс. И к люверсу вообще нет никаких претензий. Вот здесь даже есть запасной люверс, который в данном случае не задействован. Ну, я восхищаюсь этими кроссовками, честно. У меня нет вообще ноль претензий к этим кроссовкам. Я не хочу акцентировать ваше внимание на неких элементах клея, который здесь слегка торчит. Потому что, ну, потому что вот серьезно, оно того не стоит, поверьте мне. Что касается промежуточной, здесь используется фирменная промежуточная гель от Asics, которая была разработана в 1986 году. Ну, это вот их промежуточное все. У каждого есть свои разработки. У кого-то Boost, у кого-то гель, у кого-то Air, React. Ну, в любом случае, я вам гарантирую, что на 90% кто померит эту обувь, вам будет в ней идеально. Она именно сбалансированная. Я привык на то, я и маньяк, что я сдалека могу определить обувь, которая будет клево, стильно и комфортно сидеть на ноге. А самый большой плюс данных кроссовок является в том, что... Я, наверное... Нет, вы, наверное, не видите. Сейчас я вам покажу. Секундочку. Но других вариантов у меня не было. Вам продемонстрировать, насколько они прозрачные. И я думаю, что они продуваются больше, чем Zoom Vamera 5 Nike. На лето будет огонь. Что касается температурных рекордов, многие говорят, там, ну, 30 градусов, 35. А вот когда ездишь куда-то там в Таиланд, ну, Египет, ладно, в Египте сухой климат, там это отдельное кино, там хоть в валенках можно в плюс 50 ходить. А в Таиланде люди в чем только не ходят. Там 32-33 градуса, и там безумная влажность 80-85%. На Бали 90% влажность. И люди ходят непонятно в какой обуви. И я иногда смотрю, что думаю, что я в шоке. Я вот у меня был выпуск из Пхукета. Я иногда показывал, в чем люди ходят. Там девушка на кроби шла в отре. Это полностью закрытая кожаная овуфь. Фантастика. Ну, вот ходят люди. И я думаю, что и мы сможем в этих кроссовках легко проходить в плюс 35, да и в плюс 40. Ну, я думаю, что в Москве в плюс 40 лучше вообще ходить в кроксах, в моих любимых кроксах. Я вот специально достал Zoom Vomero 5, дабы показать, насколько ASICs вот эти, хоть они и не такие хайповые, как Zoom V5, но насколько вот клево разукрашены эти кроссовки, вот эти тонкие элементы, и насколько Vomero немножко, конечно, печально выглядят на фоне вот этих ASICs. раз уж я вам достал сегодня Zoom Vomero 5, воткнул в этот обзор, я во время обзора на них не подчеркнул ваше внимание. Вот тут вот такие элементы, это просто ужас какой-то, серьезно. когда говорят, что Adidas скатился, ну, окей, скатился, скатился, и, честно говоря, вообще все равно, кто из них скатился. У меня контрольного пакета акций, ни одной компании нет, и поэтому мне все равно. Но это перебор. Это одна из крутейших моделей Zoom Vomero 5, но неужели нельзя ее нормально сделать? И раз уж у нас Vomero на операционном столе, то вот давайте просветим, чего я не делал на основном обзоре Vomero, и мы видим, что здесь тоже достаточно неплохо просвечиваются, и вот лишний раз мы убеждаемся в том, что пятка, это всего лишь навсего фиксация, ничего здесь не просвечивает в этой пятке. Вот такой чисто спонтанный выпуск получился ASICs VS Zoom по ходовым качествам я уверен, что ASICs ничем не хуже, для кого-то возможно даже лучше. По качеству они друг друга стоят, здесь клей торчит, там непонятно, что происходит. По продуваемости вы все видели, и те, и другие продуваются идентично, а дальше уже дело вкуса. Вот мне, например, в ASICs не нравятся мне вот эти заговолины, мне и вот это, мне и Spush не нравится, мне и в Adidas не нравится. Почему я так помешан на изиках? Потому что это спортивная обувь, спорт, стиль, и там нет никаких инди, 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 никаких опознавательных знаков нету на 350-х. Изи, да, мне нравится New Balance, буква Н меня не раздражает, и мне, кстати, из всех эмблем бомбически нравится эмблема Брукса. А все остальное, ну, есть и есть. Весят эти кроссовки 313 грамм. Комментировать здесь нечего, потому что, ну, 313 грамм, это вообще ни о чем. Что касается размера, взял я классический 9 US, и приготовлены они во Вьетнаме. 9 US, 27 сантиметров, длина моей ноги 26,3, у меня высокий подъем, широкая нога, и именно по этой причине я беру 27. И это правильное решение с моей стороны. У меня не возникает вопросов, ой, ну, они мне что-то впереди жмут, ой, что-то то, ой, что-то это. Я для себя выбирал, выбирал, что-то у меня сегодня с языком, это, видимо, потому что я на Бали, и поэтому я глотаю буквы и слова. В общем, я для себя выбираю идеальную обувь. Я выбрал для себя идеальный размер. 26,3 сантиметра, длина ноги, 27 сантиметров обувь, у меня практически вся обувь 27 сантиметров. Все, что меньше, проблема, все, что больше, проблема. Приобрел я эти кроссовки за 10 тысяч рублей. Это 100 евро. На мой взгляд, дешевле только даром. Ну, понятно, что мы настроены выруливать максимум за минимум, и чем дешевле, тем лучше для любого нормального человека. Сколько бы у вас денег не было. Давайте посмотрим, как они блестят на солнце. Вот такой неожиданный, конечно, обзор у нас сегодня получился. Так называемый ВС, Асиксы и Найки. И честно, я вот стою в них уже, хожу в них, и я не могу понять, что лучше, что хуже. По работе промежуточной, я могу заявить на 100%, я не вижу разницы. Для человека, для ходьбы на каждый день, разницы ноль. Естественно, в Амеры, они максимально пасмурные, да, при том, что Асиксы, они тоже пасмурные, но вот весь этот colorway, раскрас. Я еще специально одел желтые носки, и это придает очень интересный стайл, фабрик, very nice. Высоты птичьего полета, пейзаж бесподобный. 9 US, мой палец, вот тут, в подъеме все ок. 9 US, мой палец, вот тут, в ширину все ок, в подъеме все ок. Вид сбоку? Вид сбоку. Я думаю, тут дело, как сказать, дело каждого. Кто-то фанатеет от Асикса, кто-то говорит, что Nike отстой, это не их обувь, и они хотят не ходить, ходить как инкубаторские, хотя и Асикс, она, ну, ничем не выдающаяся модель, так же, как и Zoom в Амерах, на которых, да, хайп, но я, честно говоря, особо в городе людей в Амерах не встречал. Понятно, что в этой жизни все относительно. И кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Лично мне нравится и одно, и второе. И причем, вот, прям радуют эти Асиксы своим вот изыском, своим клевым холороем, но при этом, при всем, вот этот антрацит, он бомбит. Серьезно бомбит. Пускай он пасмурный, пускай он скучный, но он ничем не хуже Асиксов. Понятно, что под голубые джинсы эти кроссовки будут сидеть восхитительно. Ну вот, как сказать, темное сочетание с темным серыми джинсами, и это говорит о том, что эти кроссовки имеют право на успех. Эти кроссовки обречены на успех на вашей ноге. Если вы придаете обуви, требования к обуви вас не только комфорт, но и стиль, чтобы они вам нравились, я как понимаю, ну, визуальный контакт не исключен. Да, понравились, сошлись по цене и по комфорту. Естественно, никто не будет покупать себе роскошную, красивую, дешевую обувь, в которой вы не можете пройти больше километра. Зачем это надо? Мы же не верблюды из зоопарка, правильно? Поэтому сегодня каждый делает свой выбор, каждый болеет за свою команду. кто-то за Найки, кто-то за Асиксы, кто-то за Адидас, кто-то там, я не знаю, за Анту. Но каждый вправе на выбор и каждый вправе на свое мнение. Естественно, в этой связке Анта, ой, Анта, говорю, фу, не дай бог Анта, Асикс, Найки, я выбираю Найки. Да, я выбираю Найки, потому что, ну, зачем что-то объяснять? Ну, вот просто я думаю, выбираю Найки, были бы здесь Нью-Балансы, я бы, возможно, выбрал бы Нью-Балансы. Очень интересная, кстати, модель Налета, рекомендацион 860 В2. Данную модель я показывал в виртуальном обзоре в нестандартном топе Налета, потому что 530-е Нью-Балансы уже, ну, реально в глотке сидят. Ну, совсем в глотке сидят, а не просто на каждом втором. А вот тут Налета very nice. Я надеюсь, вам понравился мой сегодняшний обзор. лайк, дизлайк, ну и поздравления с днем рождения. Я надеюсь, я заслужил. Увидимся, когда увидимся. А я пошел ловить волну на серфе. Это мои фантазии, я еще ни разу не стоял на серфе. Ладно, увидимся. Увидимся. Продолжение следует...